Всем привет! Меня зовут Карина. Сегодня мы с вами продолжим говорить о кинематике, а именно о равномерном прямолинейном движении. Разберем, как решаются задачи кинематики равномерного прямолинейного движения и разберем графический и аналитический способ решения данных задач. В прошлый раз мы с вами говорили про самолет, который летит из Питера в Сургут и описывали его различными параметрами движения этого самолета. Описывали различными параметрами. И мы можем сделать вывод из прошлого занятия, что характер движения самолета никак не менялся. У него все оставалось постоянным, по сути, кроме координаты. И таким образом можно сделать вывод, что он двигался прямолинейно-равномерно. Прямолинейно-равномерное движение — это движение по прямолинейной траектории, при котором тело за любые равные промежутки времени описывает равные пути. И параметры не менялись, в том числе и скорость. Соответственно, скорость равномерного прямолинейного движения — она постоянна. И эта векторная величина равна отношению перемещения тела за любой промежуток времени к значению этого промежутка. То есть мы берем, засекаем часами, таймером каким-то, секундомером. Засекаем время и смотрим, какое расстояние прошло тело. В данном случае у нас самолет. И скорость можно изобразить на графике. В случае равномерного прямолинейного движения график скорости — это прямая линия, параллельная оси Апциз. И, соответственно, чтобы вычислить перемещение, мы можем выразить формулу из формулы вектора скорости, которая у нас была два слайда назад, и спроецировать величины векторные на ось, получить скалярные, точнее не скалярные, получить проекции векторных величин. И перемножить просто скорость на время. Но можно сделать еще красивее. Можно взять, посчитать площадь под графиком. То есть достроить до прямоугольника, как в данном случае, и посчитать площадь. По сути, это будет то же самое. Это равноценные вычисления. Вот время у нас, да, и скорость, проекция скорости. Сейчас предлагаю быстро решить небольшую задачу. Посмотреть на два графика и определить, на каком из графиком скорость равна минус 45 км в час. И если посмотреть внимательно, можно увидеть, что во втором графике скорость положительная, это значит, что двигается по оси, а во первом она отрицательная, значит, что тело движется против оси. То есть знак в величине скорости, да, в проекции, он означает, что тело движется по оси или против оси. И также мы еще можем описать координату прямолинейного равномерного движения. Координата конечная, равна начальной координате плюс произведению скорости в данный момент времени на это самое время. То есть можно описать все это еще графиком. График будет тоже прямая линия, но она не будет параллельно оси абцисс. Она будет под наклоном, и ее тоже можно описать прямой, описать уравнением. То есть если мы возьмем начальную координату, например, она равна 5, подставим в уравнение, и вычислим скорость. Скорость на графике можно вычислять, кстати, как тангенс угла, под которым есть наклон этой линии. В домашнем задании есть задача такая, в которой нужно по графику описать уравнение движения. Спасибо за внимание, и до встречи на следующем уроке.